МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Программа «День за днём» на Ивантеевском телевидении в студии Ольга Волчкова. Сегодня в выпуске. В поле зрения. Глава Ивантеевки прогулялся по городу и проинспектировал качество освещения и уборки улиц. Медведи в улыбке. В учреждениях образования проходят калятки. На пути к победе. В Ивантеевке прошел матч между клубами «Лидер» и Академией студенческого хоккея. Об этом и многом другом прямо сейчас. Оперативный ответ на обращение жителей – приоритетная задача открытой власти. Глава Ивантеевки Максим Красноцветов провел межведомственный обход. Парк, студенческий проезд, сквер за КТЦ и на центральном проезде стали объектом внимания городского руководства. Переливы огней в городском парке. Глава Ивантеевки Максим Красноцветов вместе со своими заместителями и руководителями служб проверяет состояние освещения общественных пространств. В парке выявлено несколько негорящих фонарей. Глава города поручают устранить все замечания. По жалобам жителей проверяют санитарное содержание при домовой территории на студенческом проезде. Выявлено очень много недостатков. Всем подрядчикам даны поручения устранить. Освещение в сквере за КТЦ в удовлетворительном состоянии. Здесь не горит одна линия, которая погасла в результате короткого замыкания. Все неполадки должны быть устранены в ближайшее время, подчеркивает глава города. Также он поручает убрать наледь на территории за КТЦ. Все уличные фонари надлежащим образом освещают путь жителям и в сквере на центральном проезде. Теперь регулярные наши обходы, еженедельные, будут проводиться в вечернее время. Совместно с заместительными, совместно с подрядчиками, совместно со службами, которые отслуживают нашей всей инженерной коммуникацией. И в ручном режиме мы уже будем давать соответствующие указания. Эта работа и отклик на обращение жителей – приоритетная задача, которую ставит губернатор Подмосковья. Именно такой подход и позволит формировать принцип открытой власти. Людмила Ермакова, Антон Рябов, программа «День за днём». Общаться напрямую с жителями будут и в третьем рэпе. Новое руководство управляющей компании проводит встречи с председателями Советов многоквартирных домов. Чем живут многоквартирные дома, с какими проблемами в сфере ЖКХ сталкиваются собственники квартир? Эти вопросы обсуждают директор третьего рэпа Юрий Ковалёв с председателями Советов многоквартирных домов, которые находятся под управлением этой УК. Встречи с председателями Советов МКД проводятся еженедельно. Обсуждают планы работ по обслуживанию домов на этот год. Председателю Совета дома 14 по улице Толмачёва предлагают принять участие в плановом весеннем осмотре внутридомовых коммуникаций при подготовке к следующему отопительному периоду. Также совместно с жителями будет решаться вопрос о работах по текущему ремонту, намеченному на 2021 год. Когда есть диалог, то и решаются все вопросы. Очень приятно, что двери открыты управляющей компании, и все вопросы, которые были заданы, зафиксированы, и совместно будем контролировать их решение. Цель себе ставлю – это непосредственный контакт с нашими жителями, тесная работа с председателями и Советом МКД. Всего в управлении третьего РЭПа на сегодняшний день находится 60 домов. Людмила Ермакова, Антон Рябов, программа «День за днем». С 1 января в Московской области изменился порядок обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3 лет. Вместо предоставления натурального детского питания теперь по всему Подмосковью предоставляется ежемесячная денежная выплата. Мамы могут оформить заявление на выплату за 5 минут и получить деньги на банковскую карту. Главное требование – быть гражданами Российской Федерации и иметь постоянную регистрацию в Московской области. Размер выплаты составляет беременным женщинам на весь период до родов, начиная со срока беременности 12 недель – 400 рублей. Кормящим матерям в течение 6 месяцев с даты родов при нахождении ребенка исключительно на грудном вскармливании или детям до 1 года – 1000 рублей. Детям в возрасте от года до 3 лет, находящимся на смешанном или искусственном вскармливании – 400 рублей. Для получения единой денежной выплаты на питание гражданам необходимо подать заявление через портал Госуслуг Московской области. Заявление подается один раз. Справки по телефону 8 496 536 43 33. Каледа, Каледа, открывай ворота! Сегодня в Авантеевской улыбке устроили русский обрядовый праздник. Каледовать по всем правилам училась наша съемочная группа. «Счастье тому, кто в этом дому!» «Счастье тому, кто в этом дому!» желают сегодня в детском саду улыбка. Каледуют воспитанники подготовительных групп. 70 будущих школьников под руководством воспитателей Ирины Бережной и Евгении Казак и музыкального руководителя Елены Проскуриной. «Прививается любовь к песне русской, к танцу русскому, к игре. Очень много ребят знают потешек, попевок, колядок теперь уже много знают». Здесь всё, как в былые времена. Ряженые заглядывают в каждый уголок детского сада. Сейчас вот к заведующей. И получают награду. «Кто у вас самый сильный? Ну-ка, держи, мальчишки, прям корзиню в группе сидят. Спасибо вам, гостица!» «Спасибо нам сказать!» «Спасибо!» Впереди так называемый звездарь, который несёт нарисованную звезду. Звонарь звонит в колокольчик, а в роли мехоныша – медведь. Он складывает сладости в короб и будет раздавать их воспитанникам улыбки потом на полдник. «Калядки – это дни, когда желают счастья, добра, чтобы дедушки с бабушкой подольше пожили». «Это Бубин». «Бубин?» «Да». «А зачем Бубин нужен?» «Ну, можно его делать и так, а можно делать и так». «За это конфеты получать?» «Нет». «За что конфеты дают?» «За песню, за стихи». В детском саду ведётся большая работа по воспитанию детей в русских народных традициях. Элементы народного творчества используются при проведении утренников, при подготовке рождественских праздников. Ребята слушали много классической музыки, например, утреннюю молитву Чайковского. Затем дети делились своими впечатлениями. «Важно, конечно, чтобы дети знали свои корни, свою культуру, чтобы продолжали, чтобы, по крайней мере, наша культура не канула в лето. Это духовно-нравственное воспитание, которое выражается именно в народных праздниках. Сейчас в Калятке, потом будем праздновать Масленицу». На Масленицу в улыбке планируется провести городской семинар для педагогических работников. Также в планах дошкольного образовательного учреждения – организация инклюзивного фестиваля. Анна Пыльцина, Владимир Безлепкин, ИТВ. И к новостям спорта. Сегодня на ледовой арене спорткомплекса «Лидер» сразились дружины городской команды «Лидер» и Академии студенческого хоккея. Подробности в репортаже Ольги Мариничевой. Сегодня Ивантеевская команда впервые встречает Академию студенческого хоккея из Москвы. Это 24-й тур открытого первенства столицы среди юниоров 16-17 лет. В первом периоде открывает счет нападающий команды «Лидер» Александр Веселов, забив шайбу в ворота соперника. Но расслабляться пока рано. Впереди еще два тайма. А вот оценить силы соперника и на что нужно поднажать в игре, уже стало ясно в конце первого периода. «Не хватает чувства характера. Пацаны все манерные, играют очень плотно, очень характерные. Свина, конечно, не хватает для того, чтобы просто перевести дух. После смены захожу на лавку, считаю, уже сразу надо выходить. Во времени для отдыха не хватает». Не оставляя нашим никаких шансов, соперник активно действует на площадке, прессингует на протяжении всей игры и не позволяет расслабляться хозяевам льда. После тяжелых ледовых баталий лидерцы уступают победу сопернику из Москвы со счетом 1-8. Ольга Мариничева, Антон Рябов, программа «День за днем». И о погоде на завтра. Зима продолжает удивлять повышенными температурами. В четверг в Ивантеевке будет пасмурно. Температура воздуха на протяжении всего дня будет стабильно держаться на отметке в плюс 3 градуса. В гидрометцентре обещают спокойную геомагнитную обстановку. На этом у меня все новости на сегодня. Я, Ольга Волчкова, с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до завтра. Редактор субтитров А.Семкин